Приветствую вас. Вы знаете, если я что-то знаю про слово инсайт, то инсайт не может быть развернутым, потому что у инсайта нет семантики. Ну, в смысле вообще. А как вы знаете, развернутость находится в подчинении семантике. То есть иногда семантика требует развернуться, иногда семантика того не требует. Естественно, здесь есть произвольный момент. Почему я на это обратил внимание? Это не из серии прочитал первую и последнюю строчку. Я прочитал ваш текст целиком, ваш вопрос целиком. Это про то, что вот это было очень неожиданно. То есть вы описываете достаточно ярко свои переживания. Вы описываете вот эту драматичность своей ситуации и вроде бы, понимаете, в какой-то момент появляется к вам сочувствие, но в последнем своем предложении вы как будто бы взяли и таки хоп отстранились. То есть как будто хоп и переложили ответственность. Типа, я буду благодарен за любые развернутые инсайты. Понимаете? И это для меня свидетельствует о том, что вы здесь решаете какую-то другую задачу. Не ту задачу, которую вы сейчас решаете. Другую. Я не знаю какую, правда, я не знаю какую, но другую. Вот это первое. Второе. Второе будет касаться, наверное, предыдущего момента, где вы пишете, что вот как себя заставить и так далее. Ответ никак не заставить себя. Понимаете, вот вообще это самое худшее для вас и для ваших отношений. Я знаю, сейчас скажу очень, наверное, неприятную вещь, но хорошо, что у вас нет детей, потому что мать, которая себя заставляет, ну, для ребенка очень драматично. Очень драматично. Вот настолько, насколько, насколько вообще это возможно. Вот поэтому я думаю, что хорошо, что у вас пока нет детей. Вот я думаю, что если бы вы, если бы вы занялись бы серьезно собой, если бы вы серьезно занялись бы психотерапией, то, вероятно, перестав пытаться себя заставлять, вот. И пытаться, собственно, собственно, пытаться быть той, кем вы не являетесь, вот, вам было бы с радостью, вам бы с радостью стало очень легко, вот. Да, появился бы риск, естественно, того, что, возможно, муж от вас предпочил бы отдалиться и, вероятно, вы этого боитесь, потому что то, что он нервничает, видимо, не проходит для вас даром, вот. Ага, это вас, ну, не поддерживает, не придает вам больше сил, не придает вам больше, больше ресурсов, то, что он нервничает. Наоборот, как мне кажется, вы чувствуете себя виноватой. Вот. Ага, так хоть никак себя не заставить. Никак. Это невозможно. Ну, то есть вы можете напрягаться его волей, но рано или поздно все это благополучно закончится, и рано или поздно вы благополучно перестанете иметь возможность, в буквальном смысле, себя заставлять, да, и, соответственно, вот тот воздушный замок, который вы построили, который вот пытаетесь построить сейчас, да, вот он, этот воздушный замок разрушится и, как бы, появится то, что есть на самом деле. Ну, или вы себя будете выставлять до тех пор, пока у вас, ну, достаточно серьезно не ухудшится здоровье. Вот. Такой вариант тоже может быть. Опять же может показаться, что я вас как-то пугаю или стращаю, нет, ну, нет, 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 это обратно. Вот. Как говорит мне опыт, как говорит, ну, моя практика, вот, как говорит мне мои, мои, ну, как бы, то, что я знаю, вот, то, что я знаю, вот это свидетельствует, свидетельствует именно о таких вот моментах. Дальше. Давайте посмотрим, мы с вами так вот с конца пошли. Значит, написать правду об опыте я на работу уже не могу, при этом я очень способна. Да, да, я верю, что способна, но, знаете, в какой-то момент, мне кажется, вы начали себя предавать, вот, знаете, перелом спины, вот он, с точки зрения психологии, вообще, не просто так, да, с точки зрения психологии, вот, ничего не бывает, просто так. И перелом спины, вот, традиционно, про чалость, которую вы на себя берете, то есть, про ответственность, то есть, вы слишком много себя берете от ответственности, то есть, вы, вероятно, ну, слишком много себя требуете, как я думаю. Вот, и это, на мой взгляд, является, ну, в общем-то, в общем-то, самый такой вот, вероятно, настоящей проблемой, как мне кажется, опять же. Потому что, потому что, вы на себя слишком много берете, слишком много вы от себя требуете, слишком много вы, ну, от себя хотите, вот, как мне кажется, как мне видится. Вот, естественно, я могу ошибаться. Ну, как бы, если говорить там про, ну, если говорить про перелом спины, да, то здесь я не ошибаюсь. То есть, ну, тут я уверен, уверен в себе на, здесь я уверен на все сопротивления. Ну, конечно. Я уверен, что, как правильно это так работает. Как правильно это так работает. Как правильно это так работает. Вот. Так что, то, что очень способное, я верю, но у вас не было никогда возможности, свои способности использовать. Ну, как бы, так сказать, в полную мощность, давайте так скажем. Вот, у вас всегда были, вот, отсекающие фэкпоры, всегда вы были должны, ну, я не знаю, всем или не всем, но всегда вы должны быть. В общем... Вот, и... Вот, и... Вот это вот... Вот это вот голожествование, оно вам... В общем-то... Продолжает... до сих пор. Так. Времени прошло уже, ну, много, а всё равно продолжает дышать. Поэтому здесь нужно понимать, чтобы свои способности реализовать нужны. Первое, вероятность следоват. С ними по ожиданиям. Это первое. Времени прошло. Дальше. Так. Времени прошло. Времени прошло. когда получил работу, то меня разоблачат. Нет, это такая штука. Здесь вот есть такой важный момент, что люди, когда боятся, что их разоблачат, они хотят, чтобы их разоблачат. Почему? Ну, ответ, на самом деле, плохой, потому что врать очень тяжело, напряжение колоссальное, просто, просто человек врет, если он врет. И если ему это тяжело, то есть если он это делает, ему тяжело, он это продолжает делать. Значит, человек врет, ему очень тяжело, он хочет наслабиться. А расслабиться он только если, значит, его поймают, его разоблачат, если его разоблачат. Только в этом случае человек сможет расслабиться. Вот, собственно, барьему и страх. Здесь страх, чтобы меня разоблачат. Вот, потому что, потому что, ну, я надеюсь, на самом деле, я хочу, чтобы меня разоблачат. Потому что, наконец-то, тогда мне будет, ну, более-менее спокойно, да, мне там будет плохо, да, меня там, грубо говоря, Я, там, я не знаю, там, меня будут обвинять, меня там будут гнобить, меня там будут ругать, меня там будут, я не знаю, будут нападать на меня, вот, и прочее, вот, как бы, да. но зато, зато, зато я буду, что называется, зато мне будет хорошо, зато я буду спокойным, конечно. Понимаете, да, какая штука здесь, в чём штука вообще, в чём, в чём прикол. Поэтому вы вот как раз, вот вы, к сожалению, тогда вы хотите, чтобы вас поймать, если вам тяжело, вам тяжело врать, снимать вас очень большие, ну, огромное количество силы, энергии, напряжение, это постоянно колоссальное напряжение, ну, то, что человек, когда соберёт, он не является, он себя обманет, он себя продаёт, вот, прям очень, очень, ну, очень большого количества энергии, ну, от вас, огромного количества энергии это требует, вот, и, конечно, это, ну, это очень, очень тяжело, вот, это нереально тяжело делать, вот, поэтому, как раз, поэтому, я и, эм, говорю о том, что вы идёте, вот, по типиковому, абсолютно, по типиковому пути, вот, эм, когда пытаетесь, там, ну, грубо говоря, обмануться, когда, пытаетесь врать, вот, не пытаясь это плохо, не пытаясь это плохо, нет, я тут условно, ну, не морализаторство, на самом деле, ну, мне, как бы, это, в общем, не нужно, мне не нужно морализаторство, вот, я это говорю исключительно для того, чтобы вы, вот, э, ну, постарались понять, что именно в вашем случае, вот конкретно в вашем случае, э, Ложь, она, ну как бы, только прибавляет вам негатив, вот, она выводит вас в состояние протворечия. Дальше, так, пусть нервничает, так как я сдаюсь раньше времени, а я хочу выправлять его ожидания. Раньше врать красочно и обильно было для меня легко, сейчас где-то я на полной моей семьи, я просто рыдаю после собеседования, чувствую себя никчемными, ни на что не способны. Здесь, конечно, нужно поисследовать моменты, что изменилось, да? Вот, может быть, вы, ну как бы, понимаете какие-то вещи, которые, ну, которые раньше не понимали. Может быть, я не знаю, может быть, так, может быть, такой момент. Но, в любом случае, вы, на мой взгляд, что-то выпускаете. Вот, как мне кажется, что-то выпускаете, вот, что-то выпускаете, ну, я бы сказал, достаточно такое вот прям серьезное, вот, что-то выпускаете прям очень серьезное, вот. Я не знаю, что, конечно, да, как бы, но, боюсь, что, что, очень серьезно, что-то пускаете, потому что польза семьи и ваша ложь. Вы не можете врать, рада получили. Для себя вы могли врать, для пользы семьи, нет? Не можете. Уже. Это. Это. Вот, что это такое? Не знаю. Ну, не разобрать. Ну, что-то изменилось? Я надеюсь, что вы не будете, не будете этого отрастать, что, что-то изменилось. Что, что-то, просто что-то приношло с вами. Что-то, что вы чувствуете себя ни к чему-то. Может быть, потому что сейчас вы чувствуете, что это не то, где... Не то, не то. Что-то, что это не выйдет. Когда обманывается ради семьи, что это не выйдет. Вот. А признаться себе в этом будет. Потому что, если признаться, то получится, что вы себя обманываете. И мужа, скорее всего, его обманываете тоже. Потому что он, он-то, он-то думает, думает, что, что вы хотите обманывать. Да, он-то думает, что вам хочется обманывать. Кто-то думает, что вам нужно обманывать. Вот. А что же там? В действительности? Нет, нет. Вот. В действительности вы это делаете ради него. Ну, самое что, если только вы в обману не чувствуете себя, как рыба в воде, вот. Что? Ну, это не важно. Дальше. Эм, так, значит, я вот рыдаю чуть ли себя ни к чём не нашлось способнее. Почему? Чтобы быть на что-то способной, нужно обязательно врать. Ну, то есть вот. Почему? Чтобы быть на что-то способной, нужно обязательно зарабатывать. Ну, то есть вот. А почему вот эта вот позиция, что я на что-то способна только если зарабатываю? Ну, мне кажется, это стереотипом каким-то. Дальше. Так, значит, особо это чистый приборист к работе на заблокировании, где можно рассказать практически кейси или образцового дня. Я очень нервничаю, когда раз позволь заблокирования разбила. Да, потому что, простого речи, хочется, чтобы вас, условно говоря, поймали на вранье. Ну, потому что это тяжело, как я уже говорил, вы хотите, чтобы вас поймали. Ну, вы знаете, есть такая вот, есть такая мысль, что мне очень нравится, что любой преступник, которого ловят и сажают в тюрьму, хотел, чтобы его поймали. А тех, кто никого не ловят, те и не хотят, чтобы их поймали. То есть, условно говоря, человек, который совершает правонарушение, он на самом деле хочет, чтобы его поймали, хочет, чтобы его наказали, потом снова ловили и снова наказывали. Он не осознавает, он хочет. И поэтому он не является, там, преступником, как таковым. Он бежит, он скрывается в этом, в том, что он скрывается, в том, что он скрывается, но его ловят. Это позиция человека, который хочет его поймать. То есть здесь. Вы боитесь этого не случайно. Потому что это не ваше естественное что-то. Вам проще, когда всё правдиво, когда всё открыто. Ну да, вы забрали. И вы сейчас, вы не можете допустить, что честно вы, настоящее вы, настоящее вы. Может, может потратить кого-то из этих людей, значит, ну, кого вы знаете. И вы их, правильно, потеряете. Но, что вы приобретёте в итоге? Дальше. Так. Я преподаю студентам, наблю в курсах по новой сфере деятельности. У меня куча связей среди людей в этой сфере. Начать на себя целёные требования к себе. Вот это вот то, что вам мешало и продолжает мешать реализовать свои немалые способности, как мы уже поняли. Требования к себе. Вот такие, прям, постоянные, завышенные требования к себе. Я не буду самозванки, если тут, 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 тут. А в итоге я вру. Вот. В итоге я вру. Вру в себе, чтобы не быть вроде как самозванкой. Но, в действительности, ещё больше становлюсь самозванки. Так куда же я двигаюсь? Вопрос. Понимаете? И, вот это, очень важно. Такой момент. Это обман. Это обман себя. То есть я должна сделать больше, чтобы не быть самозванкой. Но, когда я делаю больше, я перестаю быть собой. И, в итоге, я всё равно самозванка. Получается замкнутый круг, с которым вы выходите. Дальше. Так. Из-за перебоев в работе, и вообще дикого, разнообразного опыта, и возраста, которая для данной эферы уже далеко далеко не была бы, было принято решение преврат в разуме, а именно наврать об опыте в новой эфере. Ну, во-первых, кем было принято решение? Вы об этом не уточняете. Вы пишите, что решение просто было принято. Как кем? Непонятно. Это первое. Второе. Значит, вы говорите, немолодой опыт. Немолодой опыт. Что интересно, вам это не помешало найти кучу людей. Вот и всё. Не помешал? Нет? Поэтому, как видите, возраст был здесь ни при чём. Будь вы более уверенны в себе. Вот. Будь вы более уверенны в себе. Свой бы вполне вне зависимости от возраста, потому что возрасту ничего не значит. Если вы ценный специалист, если вы демонстрируете свою ценность, если вы взаимодействуете с людьми, коммуникация, возраст не имеет значения. Но это стереотип, опять же, это стереотип, в рамках которого вы находитесь. Дальше. Так. Значит, появляться в режиме, ну понятно, да? Значит, есть стереотип, я должна быть, я должна победить стереотип, в который я сама верю. За это я перестану быть собой. Ага, и все это достается перестать быть самозвалькой. Ну, такое решение, конечно, потрясающе в его негуманности по отношению к вам. Дальше. Так, сейчас я найду в начало. Так. Был перелом спины, потом череда страхов и болячек. Полгода назад начала активно обучаться, чтобы перейти в сферу деятельности муни. Работала по этой же профессии, но в другой сфере отличие от женщин. Что произошло? Был перелом спины. Мы выучили жить без ответственности. Там были страхи, болячки. Потом мы начали активно себя нагружать ответственностью, чтобы не быть в невесомости и не переживать по поводу того, что вам делать. Вот. Ну и соответственно. Мне кажется, что тут, вот знаете, такая дворякая картинка, вырисовывается. А вот, не знаю, вот вы смутим как. Вот мне почему-то, по-первых, впечатление показалось, что муж, он не имеет на вас влияние, что вы можете чувствовать себя при переднем виноватой и так далее. С другой стороны, с такой же равной долей вы можете занимать доминирующую позицию, и муж может испытывать какие-то негативные чувства. Вот тут какой там есть. Потому что, ну явно не для себя вы это делаете. Понимаете, потому что, ну для какой семьи, если у вас детей нет, а муж работает. Ну для какой, для какой семьи. Ну да, вы семья, но вам не надо детей кормить. Дальше. Значит так. Мне 32 года, замужем, детей нет. Ну возраст. Вот возраст, эм, как стереотипная такая, э, конструкция очень сильно помешает. Ну да, мужество, я бы разобрал, мне кажется, ваши отношения с мужем, не совсем искренне, не совсем близкие. Вопрос детей тоже, то есть, как вы как маркнуетесь, мне кажется, что, ну я склонен думать, что как, потому что либо рано потом вы не готовы, либо вы боитесь, либо вы, там, переживаете по поводу того, что не родились наши неполноценные, там, и так далее, вот, ну и то, что не работаете, полтора года тоже себя скорейте, очевидно. Вот. С этим всем нужно разбираться, с этим всем нужно работать. Поэтому всё, я надеюсь, что помог вам, я надеюсь, что у вас появится обратная связь, которую вы изложите, и это послужит началом для психотерапии. Желаю вам всего самого доброго.